Здорово, ребят, я вас зовут Глобовый канал. Сегодня я вам расскажу о фильмах, которые я вам посмотрю и посмотрю. Которые связаны с технологиями и роботами. Но ещё и компьютерами. Но ещё и компьютерами. Но перед тем, как мы начнём, я хотела сказать, что вы подписались на мой канал. На Технофэш. Наберите там 400 подписчиков. И я открыл свой игровой канал. А на втором канале берите мне 20 подписчиков. И я уже, возможно, если на мой канал придётся... Если на Технофэш найдётся 400 и на Технофэш 20, то обязательно открыл свой игровой канал, где буду записывать всё сейчас за своими. Я ещё на Технофэш свою студию. И у меня будет камень помощней. И там я буду играть века и буду вам всё показывать. И давайте перейдём к первому фильму. Первый фильм, который вам стоит посмотреть. Это Я Робот. Это фильм с Уилл Смитом. 2001 года, если не ошибаюсь. 2001 года. Да, 2001 года, насколько я знаю. Это фильм связан с роботами. Я, честно, не помню, что там происходило. Но помню, что там был целый отряд роботов. И Мир сделал апокалипсис. И там Уилл Смит тоже участвовал. Ставлю я АМДБ. АМДБ, то есть рейтинг этого фильма. Ставлю я ему 6.3. Давайте 6.3 будет. И зафиксируем этот результат. То есть фильм нормальный хороший. Можешь получить. Второй фильм, который я вам советую посмотреть. Это Стив Джонс. Джонс. Империя Соблаза. Вроде бы так и называется. Нормальный киномыш. Оно 2015 года, если я не ошибаюсь. И представляет его собой жизнь Стива Джонс. Как происходило. Как происходило. Как происходило. Как происходило. Как происходило. Заши Тауман. Фильм рассказывается о том, как Стив Джонс называл Эппл со Стивом Бойсиком. Как она стала успешной. И как он, правда, могла ее развивать. Фильм я, если честно, не смотрела. Поэтому АМДБ это не могу сказать. Но, так как это Стив Джонс и этот фильм очень интересный. Я надеюсь, я потому что смотрела трейлер. Видимо, он должен быть интересным. Так что давайте я просто вам покажу фрагменты самого трейлера. И поставите свой АМДБ результат в видеоролике, где мы его название напишите. Все АМДБ к этому кино. ПОС! над чем колдуешь? Это компьютерный модуль, который подрубается в телеку и выводит изображения. Эээээ... Стив, Стив. Ого. Это произведение искусства. Никто не делает ничего подобного. Добро пожаловать в Эппл Компьютер. И это все? Это стартам. Полагаю, 90 кусков для начала хватит. Я не ослышался. Если возьмете меня на борт. Сегодня Эппл Инкорпорэйтед вышла на биржу. Даже мельчайшие детали должны запоминаться. Шрифт — это не самое главное. Проваривай. Он пытается развязать войну с Айбеем. Он творил невозможное с нашей первой встречи в гараже. Я строю империю. А они хотят отобрать ее? Остановись, или я не смогу защитить тебя. Это наглый грабеж. Я осужду вас каждый цель. Единогласно. Стив отстранен от управления компанией. Следующее кино тоже связано с Стивом Джо Цуэмом. Он уже называется «Джопс. Человек в машине». Это, насколько я знаю, тоже очень популярный фильм про Стива Джобса. Было вообще три кино, насколько я знаю. Еще один был просто Стивом Джобса, называется. Но я, кстати, это вам тоже экономлю смотреть. Хоть я и не смотрю, но так как это Стивом Джобс, я вам советую посмотреть. Давайте, так, вот нас смотрите еще Джобс «Человек в машине». Спасибо, что пришли. Сегодня вместе мы создадим немножко истории. Стив Джобс. Человек, который был повсюду. Я увидел свой первый компьютер в 12 лет, и я был им очарован. Журнал «Тайм» писал, что он единолично создал индустрию. Работая в этом гараже, Стив Джобс и Стив Возник построили первую плату для Apple компьютера. Это была магия, мы могли влиять на весь мир. Нельзя усидеть на двух стульях, он был бунтарь, но он также хотел действовать законно. Это велосипед 21 века. У него была миссия. И мы помогаем вам выразить себя наиболее полно. Он создал iMac. Вы видите? Он создал iPod. Он создал iPhone. Разве не круто? Он создал все. Его продукты были любимы, но не сказать, что он был любим. Ему платили 7 тысяч, он говорил, что 7 сотен выписывал мне чек на 350. Это обижало, потому что мы были друзьями. Стив создавал более искаженной реальности вокруг себя. Он мог убедить людей сделать то, что они считали сделать невозможным. Работа была тяжелой и нагрузка невыносимой. От меня ушли жена и дети. Он говорил, если ты решишь покинуть мою семью, я персонально тебя уничтожу. Это удивительная история. В ней есть воровство, украденная собственность, вымогательство. Кто-нибудь должен сделать фильм об этом? Творчество — это во многом анархия. Он не был особенно веселым большую часть времени. Но потом были моменты, когда внезапно он сказал, только человечество когда-нибудь сможет сделать это. Момент, когда вы понимаете, что можете тронуть жизнь, изменить ее, формировать ее, вы никогда не будете прежним. Стив Джобс, Человек в машине. Что вы можете сказать об ответственности обладания властью? Власть? Что это? Ну а мы переходим к следующему фильму. Следующий фильм это «Режил Геруанин». Один из моих самых любимых фильмов. Там история связывается с тем, что есть один парень, его зовут, я точно не помню, но этот парень, короче, у родителей создали такую компанию по производству игр, и когда парень уже родился, его родители, короче, умерли, осталось только матч. И, короче, он является дизайнером, ну, гейм-девелопером, девелопером, видеоролик. И я смотрела этот фильм, мне он очень понравился, он был очень интересен, очень мимный, очень современный был. Там даже была одна песня, которая звучит вот так. Ставлю я этому фильму в рейтинг «Давайте поставим какой-нибудь кусок». 8.5 ставлю в рейтинг-фильм, потому что, ну, чего-то не хватает, вот точно не знаю, но чего-то не хватает. Давайте переводим к следующему фильму. Следующий фильм называется «Лю девчон». «Лю девчон», возможно, многие из вас знают этот фильм, но те, кто не знают вообще впервые слышу, что это такое, я вам скажу, значит, «Лю девчон» — это фильм, связанный про то, что бывают несколько агентов. Я смотрела 1997 года версию, и еще смотрел версию 2012 года, остальные версии я не смотрел. Я смотрел только наполовину самую последнюю часть «Лю девчон». Но там уже нет Уилл Смитта, к сожалению, но он поучаствовал, если он поучаствовал, было бы хорошо. Но просто, как вы знаете, его забанили на 10-е, что он не получит Оскар, вместо него Оскар получат другие актеры. А причина из-за того, что произошло в следующем. Да, ну просто ударила Криса Рокка, и это стало очень популярным мемом. Все начали его разорвучить, и ставили вместо Криса Рокка другого, например, «Криска Рокка» другого. Например, «Криска Рокка» тронс. Или же делали так, что Уилл Смитта в руках пилает «Меч Ждая». Переходим в следующий фильм. Но я давайте скажу вам речь. Так как это серия разных кинофильмов, я вам два отдельных. 1997-го версия была довольно неплохой. По сравнению к Ай-Мо, 7.0. Просто 7.0. Очень классный фильм, мне он зашел в курсы, он очень был классный. И в 2012-го года я поставлю, пожалуй, 5.5. 5.5. Ну, мне он не сильно зашел, как бы. Но, возможно, вам он зайдет, понравится. Но что-то я так посмотрела, увидела, что это вообще не то франшиза, которую мы видели в городе. Вторую часть я не смотрела, но есть, как только обязательно посмотрю, я вам обязательно сообщу. Ее посмотрите или не посмотрите. Но мы переходим к следующему фильму. Следующий фильм называется «Пиксели». Да, следующий фильм называется «Пиксели», и это последний фильм, который я вам рекомендую смотреть. Есть еще много кино. Кстати, вам еще бонусы в конце ждет. Короче, бонусы ждет, но бонусы, который какой будет, висит в конце этого видео. Кстати, мы уже предпоследним фильмом. Так, вот этот фильм называется «Пиксели». Это тоже связано с видеоиграми. Короче, это типа связанная, это типа смесь 80-90 видеоигр там и сегодняшнего времени. В 2013-2017, вот это все фильмы. Так вот, фильм начинается с того, я немного поспорю, да, остальное вы сможете сами убить, когда посмотрите кино. Вот такой вот послэш. И давайте я вам скажу, как начинается он. Значит, начинается так. Два пацана на велосипеде просто ездят в какой-то конкурс и играют в игровые автоматы. Там они играют в «Пакман», «Галага», несколько игр они играют. И в конце они с каким-то другим же пацаном играют, на который они соревновались. И тут, и кто выиграл, может, посмотрит кино, я даже сам не помню. Но мне, честно, понравился этот фильм. И более популярный момент этого фильма, когда один парень приближается к «Пакму». Здравствуй, мой мальчик. Боже, как ты вырос. Так трогательно, заживись. Ты хороший мальчик, я знаю. Поставлю к этому фильму средний рейтинг. Средний, потому что, ну, я видел лучший фильм, но этот уже не попало кино, которое я вам советую посмотреть. Ставлю я ему 5.7. Ну ладно, шучу, шесть точка два станка. Шесть точка два, да, вот мой рейтинг. И мы переходим к бонусному фильму, который ждем у вас в конце этого видеоролика. Это интерактивный контент, ну, как бы фильм, снятый в Нетфлите. Это снятый от Нетфликса. Назвается он «You vs. Wild». Есть еще и остальные. Там есть «Ты в природе без памяти», «Ты в природе» и еще третья часть. Вот так выглядит просто в этом фильме. Это, скорее, даже не фильм, а просто интерактивная игра. Там вы должны поднять пультом на клавишу. То есть как? То есть мы должны решать, что за вас будет делать мужи-вальщик. То есть, например, он вам скажет, где будет мне удобнее жить. И при том была даже одна серия, где нужен был найти доктора, который делал вакцины от Мальвии. И там, короче, было так, он сказал, короче, где хранить мне лекарства. В пещере или в дереве. Но какой этот ответ будет, вы увидите, конечно, в Нетфликсе. Я знаю, что вы смотрите Нетфликс. Так что вы можете написать «You vs. Wild» и «Ты в природе без памяти» и другие части. Ну, а это все. Увидимся с вами еще раз. Пока. Продолжение следует...